Всем привет! Ну что ж, продолжаем нашу рубрику с ответами на неудобные вопросы о Новой Зеландии. Вы спрашиваете, я отвечаю. Сегодняшний топик – работа, ее поиски, сложности, безработица и все такое прочее. Не будем откладывать дальний ящик, погнали! Итак, первый вопрос. Что с работой в Новой Зеландии для иммигрантов и в общем? То есть, трудно найти работу после пандемии? В связи с кризисом, насколько часто дают предпочтение работодатели местному населению? Где-то видел новости, что очень много приезжих осталось без работы и не могут найти другую. Прежде чем непосредственно ответить на этот вопрос, я хочу немного обратиться к статистике. Она довольно любопытная, тут есть о чем задуматься. Так вот, согласно отчету, который был опубликован в мае, насколько я помню, или в июне даже, 2020 года, на второй квартал в Новой Зеландии безработица сократилась с 4,2% до просто 4%. Как же так? Спросит любопытный зритель. И его негодование, и его удивительный вопрос будет очень даже корректным. Безработным считается человек, который в течение месяца, то есть 4 недель как минимум, ищет работу и не может ее найти. Соответственно, вот на данные второго квартала получилось, что безработица даже сократилась. И на 5 миллионов населения, среди которых где-то 2,8 миллионов работающих, работоспособных и желающих работать людей, приходилось всего 111 тысяч безработных. Но, насколько этот показатель вообще для нас сейчас актуален? Дело в том, что правительство Новой Зеландии выделило достаточно неплохие субсидии на поддержку бизнесов, для того, чтобы они не увольняли своих сотрудников. И, таким образом, многие сотрудники получают сокращенную зарплату на сокращенных часах, но пока не увольняются. Ну, или не были уволены. Так вот, дело в том, что спустя еще какое-то время, а это, скорее всего, уже сентябрь-октябрь, когда закончатся все эти субсидии, количество официально уже не работающих возрастет. Плюс, как вы помните из предыдущего абзаца, необходимо как минимум 4 недели искать работу, чтобы стать безработным. Короче говоря, к концу года ситуация сильно изменится. Но есть еще один показатель, который довольно любопытен, и он, наверное, более актуален, чем именно уровень безработицы. Он называется Under Utilization Rate. Сейчас объясню, что это такое. В Новой Зеландии он составляет на данный момент, вот, грубо говоря, на текущую дату 12%. Так вот, люди, которые считаются Under Utilized, делятся на несколько категорий. Одни из них называются Under Employed. То есть, это те самые люди, которые работают на неполную ставку. То есть, сокращенные часы, сокращенная оплата труда и так далее. Соответственно, есть также непосредственно официально безработные. И есть потенциальная рабочая сила, которая, в свою очередь, делится еще на пару подкатегории. Это люди, которые считаются потенциальными соискателями. Это, например, свежие выпускники вузов, которые хотят найти работу, и они об этом говорят в статистике. Но они пока еще не начали активно, прям слишком активно искать работу. И есть еще определенное число людей, которые не прочь поработать, но пока не могут. То есть, не закончили учебу или не получили еще визу и так далее. Так вот, вот таких вот Under Utilized People в Новой Зеландии 346 тысяч. То есть, 12% от работоспособного населения. В общем, ситуация не то, чтобы прям очень хорошая, честно говорю. И, естественно, предсказания аналитиков тоже не самые оптимистичные. Говорят, что к концу 2020 года процент именно официальный unemployment, то есть безработицы, вот этого вот странного параметра, о котором мы говорили, состоит 9%. Соответственно, Under Utilized People, процент, скорее всего, тоже возрастет. Что это говорит нам в быту? А это говорит о том, что, естественно, работодатели будут набирать, скорее всего, из теперь более широкого спектра сотрудников. И выбирать будут, скорее всего, естественно, среди местных в первую очередь. Ну и в целом вообще вся политика правительства в данный момент настроена на то, чтобы помочь местным резидентам и гражданам находить работу как можно быстрее. Были внедрены бесплатные курсы, очень много бесплатной учебы, но там очень много обещаний, как обычно в нашем текущем правительстве, и много популизма. Они говорят, что сейчас мы быстро всех переквалифицируем, они все станут специалистами. Но дело в том, что в Новой Зеландии как не хватало, даже в некризисные времена качественных опытных специалистов во многих сферах, так их и будет не хватать, потому что сейчас приехать сложнее. Соответственно, переучиться кому-то быстро и стать опытным специалистом невозможно. Это относится, допустим, к IT-сфере. Как не хватало senior software developers, так и будет не хватать. Как не хватало рабочих рук на стройке, так их тоже, скорее всего, будет не хватать, несмотря на то, что некоторые объекты схлапываются, и там появляются какие-то новые соискатели. Также будет не хватать инженеров, медиков, ну и ряда других специальностей. В общем, работу будет искать, скорее всего, все-таки сложнее. Особенно сложнее ее станет искать тем, кто ищет какие-то первые работы и выходит на первых ступенях, может быть, на какие-то низкие должности. А вот те, кто уже с опытом, уже с действительно важными скиллами, те себя, я думаю, что вполне себе даже найдут. Особенно учитывая, что, по моему мнению, в некоторых отраслях нехватка только усугубится. Ну, вот такой примерно от меня прогноз, так скажем. А, да, если говорить про подработку, то, да, сфера гостеприимства, услуг, там, общий пит, туризм и так далее пострадали, естественно. То есть, соответственно, меньше компаний. Ритейл тоже посокращался очень много где. Соответственно, вот такой подработки стало меньше. Но, тем не менее, судя по тому, что я вижу, как бы среди вакансий, я понимаю, что, да, ну, много людей по-прежнему нуждаются в сотрудниках и по-прежнему их набирают. Это касается, опять же, там и строительный, и официантов, и так далее, и так далее. В общем, кто ищет, тот всегда найдет, но легкой дороги тут никто не обещает. Проблемы трудоустройства. Пример. Если в HR Indian Guy, то шансы 0%, и вы, вероятно, в компании увидите только их. Пример тому, no lemming в New Lean. Зайдите и посмотрите, это не совпадение. Принести нужно этих агентов, этих агентов, видимо, по трудоустройству, флорящих на СИК, а по факту обновляющие себе базы данных и жуткая проблема overqualified. Тут сразу скажу, что да, отчасти это очень даже актуальные проблемы, и действительно, там, где HR занимаются люди какой-то определенной национальности, зачастую есть некоторые сдвиги именно в эту национальность среди, соответственно, сотрудников компаний. Граждане Индии друг друга очень поддерживают и продвигают, и граждане Китая занимаются тем же самым. Ну, русские, на самом деле, тоже пытаются иногда это делать, но у нас просто количественно меньше, поэтому это не бросается в глаза. Так что да, с этой проблемой вы, скорее всего, столкнетесь. По поводу агентств по трудоустройству, тоже да, тоже будет много флуда, естественно, много компаний, которые просто выкладывают какие-то объявления, на которые вы подаетесь с надеждой, а в итоге понимаете, что, ну, никакого ответа нет. Это тоже случается. Но это просто современный мир, я не знаю, мне кажется, так касается всего. Это как искать информацию в интернете. Набираешь запросы, понимаешь, что просто огромная куча мусора всего, и ты должен среди этого найти что-то ценное. Вот и с работой, наверное, примерно такая же ситуация. Нужно постараться, нужно найти, возможно, хороший прямой контакт, чтобы связаться с человеком, чтобы узнать какой-то реальный фидбэк по поводу вашего резюмета и так далее. Может быть, ему напрямую отправить и так далее, и так далее. То есть персонализированный подход работает лучше всего. В общем, рекрутские агентства тоже нужно использовать, на мой взгляд. И как и прямой поиск, нужно использовать вообще все способы, которые вы можете. Говорите знакомым, что ищите работу, пишите на фейсбуке, подавайтесь на вакансии, ищите каких-то рекрутеров и так далее. Используйте вообще все шансы. Под лежачий камень вода не течет. Когда вы потратите уже какое-то значительное количество времени на эти поиски, вы научитесь отделять зерна от плевел, да, и начнете различать, какие вакансии стоящие, какие не очень, какие компании работают, какие нет. Рекрутинговые агентства, естественно, завалены разными резюме. И людей, желающих найти работу, достаточно много. Но вам нужно понимать, что среди них 95%, вот по моим ощущениям, полный шлак и мусор. То есть людям, ну, я имею в виду работодателям, не впились вообще никуда такие сотрудники. Потому что, ну, я проходил это сам как работодатель, когда просто даешь какое-то объявление, тебя заваливают этими резюме, и из них просто даже больше 95% это мусор абсолютный, не подходит ни по критериям, ни по скиллам, ни по языку, ничего. И люди, как люди подают эти объявления, эти резюме, это тоже имеет значение. В общем, все обычно очень плохо. И среди них ты просто завален этой кучей, ты тратишь на это время, и среди них может погрязнуть даже какое-то одно хорошее. Просто, ну, там, глаз мимо пробежался, и все, так получилось. Такое тоже бывает. Поэтому тут важен точечный подход. Ищите рекрутеров в LinkedIn, добавляйтесь, общайтесь. Кстати, LinkedIn – это обязательно вещь в Новой Зеландии, и очень важна, и для поиска работы очень сильно помогает. По поводу жуткой проблемы overqualified, ну, тут немножко, на мой взгляд, утрированно. Не такая уж и жуткая эта проблема. Нужно понимать, опять же, да, если вы реально крутой специалист, еще и с каким-то мастерс дегри и так далее, а подаетесь на позицию ниже явно своего статуса, ну, естественно, работодатель будет на это смотреть косо. И возьмут вас, скорее всего, только там, в случае прям острой нужды. Зачастую такое бывает, и даже если вы говорите, что «да я готов работать», ну, опять же, как работодатель, я знаю, что сейчас этот человек говорит, что готов работать, а через месяц-другой он поймет, что это ниже его достоинства, что это ему тяжело дается уже, что он привык к чему-то лучшему и к каким-то большим, более важным задачам, и для него становится действительно трудно. Поэтому найти человека вот такого, который сделает то, что обещает, вот какую-то небольшую, простую работу, его тоже порой не очень-то легко. В общем, вы должны соотносить свои навыки и там свои, и те вакансии, на которые подаетесь. Делайте резюме проще. Скрывайте часть какого-то супер большого опыта. Делайте специализированные резюме под каждую позицию. Занимайтесь этим достаточно серьезно. Также в плане резюме, я уже говорил в прошлый раз, в плане образования, да и ничего страшного не будет, на мой взгляд, если вы немножко принизите свое образование. Если вы его завысили, да, это проблема, но это неправильно. Если вы принизили ради того, чтобы попасть на собеседование и все-таки понравиться на нем лично человеку, да и ничего страшного, я не думаю, что кто-то вас будет за это судить. Во всяком случае, я бы вообще не обращал на это внимания. В общем, поиски работы – это отдельная интересная тема, и мы часто проводим семинары здесь, в Новой Зеландии. О том, как искать работу. Мы приглашаем рекрутеров, мы приглашаем людей, которые через это прошли, они делятся своим опытом и так далее, и так далее. В описании приведу обязательно ссылочку на плейлист с такими семинарами. Мы делаем видеозаписи, их публикуем, там обязательно посмотрите. Если вы действительно хотите найти работу в Новой Зеландии, вам надо это посмотреть. Если вы не посмотрите, вам понадобится только удача, либо вы будете долго набивать шишки. Поэтому эта информация крайне необходимая. Также приведу ссылочку в описании в целом на статью, как искать работу в Новой Зеландии. Там вы как раз найдете ссылки на все необходимые ресурсы, на примеры резюме, на те же семинары, вебинары и так далее. В общем, полезной информации масса. Если что, обращайтесь, пишите. Возможно ли найти работу в Новой Зеландии, не имея образования? Если да, то какая-то работа. Имею в виду без образования Новой Зеландии и без любого из других стран. Смотрите, каковы шансы найти работу без образования в России? Я по себе знаю, когда у меня еще не было образования, я получал работу, что это реально. Это возможно. Здесь примерно то же самое. Но насколько это гарантирует вам трудоустройство? Ну, сказать очень сложно. Но самый-то важный факт даже не в этом, а самый важный пункт заключается в том, что без образования вы, скорее всего, не сможете получить рабочую визу без соответствующего образования, которое нужно для того, чтобы получить рабочую визу по той должности, которую вы хотите занять. В общем, работодателю-то теоретически порой и не сильно важно, какое у вас образование. Ну, зависит от специальности. Я об этом говорил в предыдущем выпуске. Но если работодатель вас готов взять, то потом для получения рабочей визы у вас могут происходить достаточно серьезные трудности. В общем, я бы сказал, что нет. Если так вот округлить, убрать все вот эти факторы, без образования я бы не рассчитывал на работу в Новой Зеландии. Если настолько сложно найти работу, по идее, ей должно быть легко ее создать. Создать маленький бизнес, в котором будут работать наемные работники, и они же будут работать. Работу-то сложно найти. Или создать работу усложняют власти. Получается, власти повышают уровень безработных. Зачем? Ну, в бизнесе все работает несколько иначе. Нельзя создать работу, на которой будут работать работники, чтобы делать эту работу и там зарабатывать деньги. А вы с этого еще будете зарабатывать сверху. Это работает, естественно, не так. Нужно понимать, что вы хотите делать, для кого вы хотите делать. То есть, новозеландский рынок достаточно консервативный. Это касается практически любого сервиса, услуг, продуктов и так далее. И вам понадобится какое-то время, чтобы свой вот этот продукт преподнести новозеландскому рынку и объяснить, что он ему нужен. Либо вы сразу себя позиционируете на международный рынок. Тогда тоже вам нужно взвешивать все эти факторы и понимать, что вы кому предлагаете и так далее. Факторов огромная масса. То есть, нет такого, что Новая Зеландия, там правительство мешает создавать рабочие места. Нет. Как раз таки в этом плане очень просто. Я уже много раз говорил, создать компанию здесь, открыть очень легко. Просто 10 минут через интернет, все документы тебе пришли, все, пожалуйста, иди работай. Ну, сходи в банк, еще открою счет. И все, готов к операционной деятельности. Там, создать сайт, там еще что-то. Все это не проблема. В современном мире делается достаточно легко. Но зарабатывать деньги здесь непросто, потому что опять рынок, помимо того, что он консервативный, но он также очень маленький. 5 миллионов человек на страну, это мало. И нужно ориентироваться, ну, либо вы занимаете какую-то четкую нишу, в которой вы действительно востребованы, либо вы сразу смотрите на международный рынок. Ну, тут тоже есть свои нюансы при ведении бизнеса из Новой Зеландии. Я думаю, что об этом нужно делать уже отдельное видео. Ну, и сюда добавляется еще один важный пункт, опять же, виза. Ну, то есть, грубо говоря, если вы уже здесь с резидентством или с гражданством, да, пожалуйста, открывайте бизнес, ведите. Но если вы хотите приехать через бизнес и миграцию, то это уже отдельная геморройная история. Вам понадобится открывать компанию, показывать бизнес-план, получать бизнес-визу и два года здесь работать, а потом еще доказывать, что вы следовали своему бизнес-плану, что у вас пошло, все пошло как надо. А в бизнесе, особенно в новой стране для себя, очень маловероятно, что все пойдет так, как вы задумывали. То есть, какие-то изменения будут. Может быть, даже не негативные, но тем не менее. И бюрократическая машина может вас просто отсеять из-за того, что галочка не будет стоять в том, что вы следовали бизнес-план. Уже не раз наши люди сталкивались с этой проблемой, поэтому с этим нужно быть аккуратным. Поэтому, ну да, получается так, что сейчас, к сожалению, новозеландское правительство не готово привлекать бизнесменов, которые хотят создать какой-то небольшой стартап. Здесь инвестиции требуются достаточно большие. От 100 тысяч новозеландских долларов, я бы сказал, от 200, чтобы набрать необходимое количество баллов. Бальная система. В общем, я считаю, что этот вопрос нужно прорабатывать очень детально. Опять же, ссылочку приведу в описании о том, как происходит бизнес-иммиграция в данный момент. Ну, если есть вопросы, пишите мне куда-нибудь, я есть везде. Я вам там поделюсь своим опытом, расскажу, что еще возможно сделать в этом случае. Ну, если кратко, бизнесом заниматься в Новой Зеландии круто, легко, просто, зарабатывать сложно. Но для этого нужна необходима все-таки какая-то уже готовая виза на руках. Что ж, на этом все. Вы написали, на самом деле, не так много вопросов о работе, но они были очень емкие. Я даже не знаю, что еще здесь можно такого рассказать, кроме как уже непосредственно проводить семинар о том, как искать работу и так далее. Вот, я постарался ответить на все интересные вопросы, которые вы задали. Если что-то пропустил, извините, пишите в комментариях, я на них тоже обязательно отвечу. И следующая тема нашего выпуска будет дети и семья. То есть, все, что касается заведения детей в Новой Зеландии, все, что касается семьи, как здесь все это происходит. Обязательно поделюсь своим опытом, есть о чем рассказать. Ну, а вы задавайте эти вопросы в комментариях, я постараюсь тоже на них, естественно, ответить. Ну, вот и все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.